я всех приветствую кто смотрит это видео кто первый раз может быть зашел мой на канал и просматривает видео мы сегодня будем рисовать свою мелодку может быть кто-то давно хотел научиться поэтому немножко сегодня получимся я рассмотрю как строить и конечно же как штриховать начиная итак мы начинаем первоначально как всегда мы начинаем с крайних точек отмечаем нашего поля работы выясняем сколько будет занимать место на нашем листе сама утка и и подставкам крайние точки где у нас голова заканчивается где край хвоста примерно намечаем тут линии линии лап сейчас наша задача определить более точные точные размеры тела утки для того чтобы более дальше смогли более точно сформировать уже более конструктивная форму наши наши птицы так но когда мы нашли мы немножко вот где годная часть мы как бы где такого окружности намечаем да вот но если мы обратим внимание то тело но переходящий от конуса в шар почему мы идем от простых геометрических форм они нам кстати позволяет легче легче сориентироваться в рисование во первых мы начинаем формы мыслить более проще вот то есть от простого мы уже более сложно переходим то есть нам уже тогда проще и формировать любую конструкцию которую бы мы рисовали так но здесь мы более уточняем наше тело так голову утки каждый раз мы стараемся где-то что-то добавить так у него начинаем работу с нижней части вот сейчас будет небольшая информация для вас никуда не уходим после этого мы продолжим наше рисование у меня отличная новость для моих подписчиков и тех кто сейчас смотрит видео на странице вконтакте в разделе сообщества появилась страницы онлайн арт-студии павла злобина здесь краткое знакомство со всеми видео с канала на ютубе раскатровка самых интересных моментов из видео тут же есть прекрасная возможность оставить свои комментарии и советы по изон жду вас на странице вконтакте и обязательно подписывайтесь итак мы с вами продолжаем как видите уже намечена у нас нижняя часть это подставка тут мы формируем уже положение наших лап вот так же мы вот на примечаем крыло как же птицы без клада корректируем грудную часть вот видите что здесь я провожу эти окружности на закругление для того чтобы подчеркнуть вот эту форму более круглую это нам поможет в дальнейшем для штрихований так ну здесь мы намечаем лапки от обратите внимание что я для них сначала провел общей линии до которую вырисовывается лапы для того чтобы было проще и легче нарисовать и заодно более правильных расположить на плоскости и и Продолжение следует... Продолжение следует... Далее до реалистичной... Ведь мы сначала исходили от простой формы, каких-то таких упрощенных моделей, где мы все обобщали. Теперь мы будем добавлять те формы, линии, которые уже будут конкретно показывать нашу птицу, как она есть. Так, ну здесь мы доводим до того состояния лапки, которое нам нужно. Так, подчеркиваем нижнюю часть. Так, ну что ж, теперь мы можем продолжать дальше. Так, здесь вот направление света мы для себя наметили, да, чтобы мы знать, где источник света у нас, чтобы нам точно определить, где у нас будут находиться тени. Так, ну мы намечаем зону основных теней. Верхняя часть у нас будет более подсвеченная, а нижняя часть у нас будет находиться в тени. Намечаем на шее. Проходим лапками, они у нас тоже в тени окажутся. Тень на подставке. То есть мы уже заранее намечаем зону теней. Это нам даст более, более уже свободно работать, где мы уже будем видеть, где нам добавлять, где, наоборот, светлее делать. То есть нам немножко будет уже объем легче передавать. Ну, теперь мы можем уже, конечно, более конкретно работать над формой, над полутенями. Подставочки обязательно, конечно же, тени нужно добавить. Так, ну мы здесь уже вводим полутени, которые определяют нашу границу между тенью и светом. Ну, и заодно штрих, который будет подчеркивать вот эту округлость птицы, чтобы она не смотрелась плоско. Теперь мы можем легко, конечно же, дальше работать непосредственно над детальми, над перьями, да, передавать. Видите, наши перья, они тоже имеют какой-то цвет и тон. То есть сама утка не имеет какой-то, да, одного там цвета. Она у нас на крыльях одно, на грудной части, другое, на лапках тоже другой тон. Так, ну, немножко, конечно, мы стараемся ввести фон для того, чтобы более создать воздушное пространство. Вот когда у нас хорошо уже введена тень, мы сверху прокладываем. Здесь нам позволяет уже более конкретно с тенями и объемом легче передавать. Так, ну, здесь мы прорабатываем наше крыло, добавляем тончику здесь. Так, перышки намечаем. Какая же птица без перышек, да? Вот мне нравится, когда вот птиц рисовать перышки, это... Ох, как приятно над этим работать. Ох, как приятно над этим работать. Так, ну, здесь мы немножко тоже перышки на шею добавляем. Вот, вот, у нас уже уточка приобретает уже более, более естественно, понятный уже характер какой-то проявляется утке свой. Так, ну, здесь мы фон еще добавляем. Там, где у нас вот были, оставали светлые места бумаги, да, но мы обязательно проходим, проштрихуем эти места. Так, во-первых, они у нас не белые же, да? Вот, поэтому там, где у нас уже тень будет пройдена, мы проходим поверх, тени остаются у нас. Вот, здесь тоже рядышком фон для того, чтобы более воздушное пространство. Так, тень падающая за подставкой от утки. Конечно, для тех, кто будет конкретно рисовать утку, там, еще кого-то, да, обязательно, конечно, все проштриховывать. Но на этом примере я, конечно, какие-то места оставляю, вот, на переднем плане чистую бумагу. Ну, потому что здесь, как бы, я пытаюсь все-таки вам показать. Конкретно именно показать работу над уткой, а не работу над фоном. Так, ну, здесь еще добавляем, где нам нужны тени. Так, ну, почти утка у нас уже готова. Тут мелочи сейчас. Пёрышки где-то нужно более прорисовать. Нижнюю часть еще добавить нам, где не хватает тунок. То есть сейчас уже, когда у нас уже были сформированы и форма, и перья, да, намечены, мы просто сейчас введем на доработки мелочи. Где-то набираем тун, где он у нас не был достаточный. Чтобы объем не потерялся наш. Ну, вот, примерно, в таком стиле выполнение, можно сделать утку. Надеюсь, этого видео было вам полезно. Вы для себя что-то узнали новое. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Почему? Ну, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. avourите мне понравиться на мой канал? Пока было не было. Субтитры создавал DimaTorzok